Далее новости спорта. Вас приветствует Дмитрий Вороновнин. Физкульт-привет. В Ижевске проходит очень представительный турнир по летнему палеотлону в дисциплине «Летнее пятиборье». Вся борьба проходит на спортивных объектах сотой школы и проходит очень увлекательно и креативно, о чем сейчас и поведают наши корреспонденты. В дисциплину «Летнее пятиборье» входит квинтет испытаний на выносливость, силу и скорость. Стрельба, метание гранаты, плавание и бег – спринтерский и стаирский. По сумме всех видов и определяется чемпион города по летнему палеотлону. Сложная математика, но бывалые атлеты не путаются. Оценивая свои шансы на итоговый успех, они все могут разложить по полочкам. Стрельба для меня прошла плохо, бег хорошо и метание тоже очень хорошо. Как ты все меряешь, что это плохо, хорошо? Ну, по результатам. Стрельба у меня 25-ичков, это плохо. Метание 23 метра 58 сантиметров, это хорошо. И бег 2 километра на время 9-55, тоже нормально для меня. Кирилл Парфенов и еще с десяток палеотлонистов из обычных общеобразовательных школ в число призеров сегодня не попали. Конкуренция со стороны более подготовленных и накачанных сверстников, представляющих специализированные школы, была высокая. Выяснилось, что просто школьники уступают пока под своим физкондициям тем, кто занимается в республиканской стюшер-биатлоне, например, или в детском морском центре «Дельфин». Тянуться, в общем, есть за кем. Соперники-то сильные тут собрались? Очень. Да, это вообще самые сильные. А они откуда? Из биатлона, они не помню, из какого района. То есть они вам даже не конкуренты? Да. Или вы? Но в целом, заметили наставники, уровень результатов в базовых видах, которые вскоре составят основу норм ГТО, у подростков неплохие. Исключение составило разве что метание гранаты. Результаты скромные, но есть результаты, которые за 50 метров, вот один участник, за 50 метров, 80 сантиметров, 700 граммового метания. Остальные результаты немножечко по себе. И к чему еще стремиться? Да, конечно, конечно, есть к чему стремиться. Подведя итоги всех видов пятиборья, судьи поздно вечером назвали имена команд-победительниц. Это сборные школы биатлона, Завиялова и детского центра «Дельфин». Стартовал в Ижевске сегодня еще один турнир, на этот раз легкоатлетический. Городского уровня. На нем собрались атлеты разного возраста. От 15-16 лет до 26. У младших впереди первенство России, у старших чемпионат. И этот турнир – подготовка. Хорошие результаты в первый день показали Анатолий Прутовых, Снежана Николаева и Евгения Соболева. А далее переместимся на сельские арены, где продолжаются отборочные соревнования на Игры в Глазов. Так, на УВЕ в турнире по городочному спорту определились еще одни победители своей зоны. Ими стали атлеты Шарканского района. В мини-лапке в Дебесах состязания среди мужчин выиграл Завьяловский район и среди женских команд Дебеский. В футбольных баталиях в Игру отличились хозяева состязаний. Есть новости сегодня и для болельщиков Глазовского прогресса. Накануне на встрече руководства футзального клуба с временно исполняющим обязанности главы Удмуртии Александром Соловьевым было принято долгожданное решение – сохранить за Глазовчанами право представлять республику в Суперлиге и оставить Валерия Чугайнова в качестве главного тренера. Уже известно, что свой первый официальный матч сезона прогресс проведет 30 августа в Питере против местного политеха. А теперь новости с других арен. В итальянском Риме не отличился наш земляк Федор Лучинкин. Он стал серебряным призером Кубка мира по кикбоксингу. В полуфинале «Динамовец» получил травму, в связи с чем в финальном бою с поляком не смог выступить в полную силу, уступив в итоге сопернику два очка. Всего в турнире приняли участие около двух тысяч спортсменов из более чем сорока стран мира. Герой нашего следующего репортажа – интересная личность. Про таких в народе говорят – мастер на все руки. Он азартен, умен, мобилен и очень увлечен своими делами. А их у него много. Об Алексее Киселеве – руководителе, тренере и спортсмене. Узнаем прямо сейчас. В 8 утра Киселев обходит с инспекцией свои владения. В его ведении огромный спорткомплекс «Динамо». И у директора много забот. Вот заканчивается реконструкция в бассейне. А в перспективе еще одна на стадионе, который должен преобразиться, стать современным и многофункциональным. С новым легкоатлетическим ядром, беговыми дорожками, зеленым газоном. Пытаемся реконструировать и провели уже масштабную подготовительную работу по реконструкции трибунового комплекса «Динамо», который действительно является уникальным в своем роде. 50-метровый тир, пять залов единоборств, и ножерный зал, пособное помещение, трибуны на 2500 мест. Алексей Сергеевич, кстати, по профессии инженер-конструктор. Закончил ИЖГТУ. Но жизнь заставила его сменить профессию. В 93-м году Киселев ушел в силовые структуры, дослужился до полковника. А теперь вот возглавил большой комплекс, о чем не жалеет. И даже в столь плотном рабочем графике он находит время для занятий спортом. Спорт дает, скажем так, возможность реализовать себя в жизни, возможность расширить круг общения, возможность, скажем так, идти к своей цели, оставить эти цели и реализовывать, опять же, через преодоление себя. Киселев – мастер спорта по дартсу, хотя, признается честно, мечтал стать мастером волейбола. В свое время он играл за сборную «Динамо» ИЖГТУ. Сейчас выступает на ветеранских стартах. Говорит, как иначе управляться со всеми делами. И в завершении выпуска традиционный анонс спортивных событий предстоящих выходных. В субботу в спорткомплексе «Удгу» пройдет Кубок Удмуртии по настольному теннису. Сначала в 10 утра. А в три дня на стоянии «Зенит» определят сильнейших участники городского чемпионата по легкой атлетике. А 20 июня в Сарапуле стартует чемпионат страны по BMX-спорту. Приедут на турнир сильнейшие гонщики России. Что ж, желаю вам удачных и бодрых выходных. Болейте только на спортивных аренах. И следите за новостями спорта также на сайте «Моя Удмуртия». Адрес на экране. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова